Бесспорно, лучшая инвестиция в будущее – это поддержка юных талантов. Их в нашей стране немало, и чтобы взрастить их, государство прикладывает столько же усилий. Возможно, именно благодаря этим стараниям конкурс «Детское Евровидение» Беларуси доверяют проводить уже не в первый раз. За этой масштабной стройкой мы следили день за днём, и теперь с уверенностью можем сказать – сцена «Детского Евровидения» готова. Сегодня на главной площадке конкурса в Минск-Арене состоялся первый прогон со статистами. Техническими дублерами артистов, которые приедут в конце этой недели. Напомню, в этом году в Минске соберутся 20 стран-участниц. Это рекордное количество за всю историю Международного песенного форума. Внушительный не только состав делегации, но и параметры подмостков телешоу. Проект с космическим размахом первый увидела Нина Можайко. Первые космонавты в Евровизионной галактике «Детского Евровидения» – это статисты, технические дублёры конкурсантов. В их отсутствие именно по этим артистам выставляют все необходимые настройки. Свет. Это мы делали метки для того, чтобы потом на эти тачки прописывать свет. Звук и раскадровку. 44 на 60 метров – это параметры ядра главной площадки конкурса. Конструкция, включая все технические локации, подиумы, грин-рум и сразу две сцены заняла всё это пространство. Автор проекта – наш человек, художник, постановщик билцерадиокомпании Галина Гомонова. С её работой телезрители уже знакомы по национальным отборам. Космические объёмы охватят 16 камер. Каждый план выверен до секунды. Не верите? Смотрите сами. Как вы отслеживаете, как вы понимаете, что сейчас нужно делать? Ну вот, например, у меня здесь 5 планов в песне. И здесь прописано, что, в принципе, я должен делать. Здесь секунды готовности до моей камеры. За сценарием съёмки следит режиссёр трансляции Марек Милл из ПТС – передвижной телевизионной станции. Она приехала из Швеции специально для конкурса в Минске. Но запускать эмоции конкурса будет не машина, а опытный взгляд эстонского режиссёра. Его глазами телезрители увидят конкурс. Такой интимный подход к работе выстроил из команды белорусских операторов. Каждого подписал поимённо. Во времени такого мероприятия – это моя семья. Самое важное, чтобы операторы точно поняли то, что я хочу. За всеми креативными движениями, в том числе и камер, следит шоу-директор конкурса Гордон Банелла. От него зависит, каким в конечном итоге будет номер. Всё для них сейчас впервые. Стоять на сцене, работать на ней. Наша задача – выстроить их взаимодействие со всеми операторами, звукорежиссёрами, осветителями. Потому что Евровидение работает как машина. И для нас важно сделать так, чтобы все детали были отлажены. Более тысячи осветительных приборов, и это не считая тех, которые установлены на трибунах. Под каждый номер свой сценарий съёмки. И именно этим детское Евровидение ни в чём не уступает взрослому. Свет на этом конкурсе – это вообще отдельная тема. Светить будут много по делу. Как раз этим и будет удивлять Минск. Конечно же, мы хотели, чтобы Европа узнала больше о Беларуси. Есть формат визита, который будет предварять каждое выступление. И самое главное, чтобы о концерте, на котором побывают зрители, на котором выступят участники из 20 стран Европы и Австралии, запомнили это на всю жизнь. Сложный телевизионный пазл собрать непросто, но возможно. У команды детского Евровидения есть ещё несколько дней перед приездом конкурсантов. Первая репетиция с артистами пройдёт 20 ноября. Нина Можейко и Александр Олешко, агентство Телиновостей.